друзья всем привет это канал автопилоты 100 снова приехали к корейцам в автосалон официальный дилер kia автомобилей для того чтобы посмотреть уже далеко не новинку но тем не менее с учетом роста цен автомобиль я думаю будет интересен некоторым людям kia k5 с ценами ну отдельный разговор вот я прям взял у фаворит motors мы в этом в салоне находимся значит прайсик с ценами с рекомендованные ценами от производителя и чтоб не было ко мне претензий что этом цены придумаю или занижаю с какой-то радости вот пожалуйста kia k5 написано стоит от двух миллионов семидесяти девяти тысяч рублей здесь комплектация style у представленного автомобиля именно его мы и будем рассматривать честно говоря я сейчас не рассматривал ну то есть действительно соответствует ли вот эта вот брошюра автомобилю по комплектации но тем не менее комплектации у нас имеется во всяком случае у этого дилера целых девять штук смотрите классик вот и цены я говорю судя по судя по вот этой брошюре classic от миллиона семьсот семидесяти четырех тысяч девятьсот рублей комфорт идет за почти 1 и 9 люкс идет за 1 964 965 style идет вот эта комплектация за 2095 есть престиж за 2130 gt line есть она уже на двухлитровом моторе не продается она уйдет идет уже на 2 и 5 моторе gt line и все допустим все последующие комплектации тоже идут на 2 и 5 моторе короче 2400 929 gt line red это вот типа как вот то стоит кстати говоря новая цирата посмотрите с красненькими значит элементами экстерьера зеркала решетки реснички вот red идет точно за такую же цену как и обычный gt line во всяком случае здесь так написано цена вообще не отличается gt line плюс идет за 2 529 то есть на сотку дороже и gt line плюс red идет точно за такую же цену как и gt line плюс то есть за 2 529 900 значит у нас style комплектации и мы сейчас посмотрим по экстерьеру диски 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 16 17 честно говоря вот это не style комплектация почему потому что здесь у нас литье я уже говорил в предыдущих роликах мне вот такое литье корейская нравится двухцветная она неплохо смотрится колеса здесь судя по виду они 17 нет 18 смотреть стоят колеса с литьем а 18 колеса у нас устанавливаются на комплектацию точнее на пакет написано пакет style дробь gt line 18 диски с шинами 235 45 r18 то есть либо это все-таки style с пакетом gt line либо это gt line это мы уже узнаем по ходу обзора внутри автомобиля я очень давно засматривался на эту машину мне она внешне конечно же нравится если бы целая куча такси по всей стране не испортила и имидж в том плане что она уже примозолила глаз вот выходит какая-то более-менее красивая машина у корейцев бюджетного сегмента только она попадает в такси все она сразу же приедается глазу и она не очень становится как-то аппетитно выглядеть чтобы вы един я бы так выразился честно говоря светодиодная оптика все дела это здесь присутствует но мы будем ориентироваться все-таки на то что это style отделка передней панели дверей под металл посмотрим если такое ну здесь под дерево откровенно говоря под металл идет в комфорте и в классике здесь текстура дерева и она начинается от люкса и до престижа идет ну в общем-то какая-то из средних комплектаций явно хорошо давайте от слов к делу цвет автомобиля конечно же за и за него я думаю придется доплатить у любого дилера мало того что они так цены хреначат мам не горюй но тем не менее я честно говоря удивляюсь до сих пор как меня пускают в автосалоны когда я всем не рекомендую вообще в принципе покупать новые автомобили ребят покупайте бушные не надо вам новые тачки зачем полугодовалую лучше взять но что видите что с ценами цвет перламутровый белый такой немножко он уходит в в беж он не прям такой знаете истинно белый внешность автомобиля уже всем давно известно мы здесь для того чтобы понять вообще стоит ли этот автомобиль вот два два стопа хорошему да а случай с пакетом наверное еще подороже вид он имеет очень красивый здесь глянцевый пластик очень он красиво смотрится отпечатки собирает видите все теперь он уже не так красиво смотрится потому что отпечатки дай боже сюда руками конечно же вы трогать ничего не будете фары красивые морда акула олдскулы вспомнят если посмотрят на профиль этого автомобиля вот таким вот образом то тут нужно быть только школьником наверное чтобы не понять что это внешность очень сильно напоминает классику японского автомобилестроения то митсубиси галант мне он свое время когда еще на универе учился очень сильно нравился этот профиль абсолютно похож на галанта собственно машина неплохо выглядит мне она даже я бы сказал нравится купил бы я ее себе за такие деньги нет потому что у меня денег таких нет но тем не менее надо посмотреть панорамная крыша и люк с электроприводом здесь панорамы нету а панорама начинается только с gt-line и у всех остальных здесь панорамы нет соответственно делаем вывод что это все таки нам не соврали на том стенде здесь либо стайл либо престиж я все-таки предполагаю что это все же стайл вот от этого и будем отталкиваться по кратенько по характеристикам я извиняюсь за такое длинное введение но тем не менее по характеристикам оператор изобрази на экране тут сейчас все 2 литра 150 лошадей 6-ступенчатый автомат максималка 200 разгон 10 и 6 и расход топлива 72 конечно же последние два параметра они будут очень сильно отличаться от правды никакого расхода 72 вы не получите потому что те кто реально владеют рио а у меня такой автомобиль есть семье ниже 10 даже летом я честно говоря не видел хотя езжу как пенсионер очень спокойно разгон 10 и 6 то такой вот слабенький разгон как у ford focus 15 летней давности в принципе вы получаете двадцать первом году только за два лимона что тут общее литье значит на 18 написано теплые опции есть боковые задние зеркала с электроприводом и подогревом передние сидухи подогрев и рулевое колесо подогрев светодиодная оптика значится руль и селектор кпп в коже дверные панели с отделки искусственной кожей безопасность там про подушки надо написаны и комфорт датчик дождя двухзонный автоматический климат-контроль передние задние датчики парковки а что же там и камеру за 2 миллиона не поставим давайте-ка мы возмутимся по этому поводу потому что в принципе почему я снимаю ролики как для своего канала так и для автопилота потому что я люблю возмущаться мое второе кодовое имя это недовольный камера присутствует спасибо спасибо kia и парктроники и камера это очень даже неплохо можно возмутиться что 360 градусов нет ну извините меня это корейский автопром смотрим салон ну что еще по поводу внешности вот этот вот эта история красиво ну конечно красиво когда черные элементы какие-то небольшие экстерьера они контрастируют с цветом кузова это круто вот эта вот история тоже глянцевая которая переходит плавненько в задний бампер этого и в задние заднюю часть автомобиля в багажник это тоже конечно же красиво плавник да тоже красиво короче красивая машина вот весь вывод если хотите ее поподробнее посмотреть заходите на какие-нибудь промо ролики или открывать яндекс картинки ездить для того чтобы автомобили не особо-то жаловать кто-то сидел явно гораздо ниже чем я ростом потому что я прям головой уперся так по запасу кстати вот я полностью опустил сидение вот она в пол и до потолка вот столько ну то есть примерно там в районе 10 11 сантиметров сидушку настраиваем под себя и садимся за один сзади за собой же чтобы понять насколько будет комфортно задним пассажирам когда вы будете на этом автомобиле бомбить вот я уже ездил на такой машине правда в такси как раз когда был в сочи отдыхал этим летом ну хорошая обширная регулировка сидений здесь и зад отдельно регулируется и передок можно задрать либо опустить и сиденье значит просто и еще есть и валик который в одной плоскости передвигается соответственно в горизонтальной ну неплохо за 2 миллиона странно если бы этого не было с двери начнем отделка под дерево всегда мне это нравилось по моему мнению вот такие алюминиевые отделки они конечно же стильнее смотрится и так далее но под дерево я всегда считал что это как-то удорожает автомобиль что ли ну в салоне гораздо лакшери становится намного сильнее и у него знаете нет у него есть текстура то есть нет ощущения что это пластик конечно же это пластик вот но ощущение как будто это реально дерево ты чувствуешь структуру значит пищалочка в двери находится здесь глянец здесь глянец здесь кожа и вот здесь вот кожа ну конечно же эко кожа необычная здесь уже дубачок внизу ладно сверху и здесь мягенькая здесь полиуретанчик такой он мягенький то есть сверху от подлокотника нас везде встречает приятные какие-то материалы отделки снизу конечно же уже дубак сюда вы даже литруху не вставите честно говоря только если лежа но маловато место для такого автомобиля значит кнопки выполнены в двух цветах это матовый пластик и вот такой вот ух ты складывание есть и серебристый пластик красиво гармонирует три цветовых решения мат глянец и серебро мне очень сильно нравится по поводу двери ничего больше не скажешь она прикольная сюда влезет в принципе пачка сигарет например такая большая или порт сигар демонстрирую кстати авто складывание зеркала но функ лицирует абсолютно нормально мне нравится это так с левой стороны что же нас встречает прям вот ты садишься ты понимаешь что автомобиль достаточно высокого класса потому что место здесь ну нормально так по дефолту конечно вот этот кусок бороды вам при моем росте во всяком случае сюда в коленку немножко углом врезается но я думаю с этим можно примириться и как-нибудь для себя вот выставить посадку руль конечно же без сервопривода он механически настраиваемый вылета не так уж и много не так уж и много но за счет того что автомобиль в принципе большой в салоне и педальный блок туда уведен вам сидеть достаточно комфортно и ну посадка до классная принципе бомбить можно наверное что здесь корректор фар значит присутствует яркость приборной панели кстати заметим приборка бортовой компьютер не монохромный он цветной у этого автомобиля что приятно здесь заглушка которая напоминает вам о том что вы как бы не доплатили за максималку здесь что-то еще могло бы быть отключение системы traction контроля и кнопочка открывания багажника удобно что с кнопки прикольно прикольно здесь конечно же у нас убеди два разъем и блок предохранителей капот открывается конечно же как у абсолютно всех автомобилей вот он здесь ну все что вот вот пока вот пока мы рассмотрели 15 процентов салона автомобиля в принципе ничего так в принципе ничего по поводу салону смотрите вот снизу видите здесь дубачок уже здесь тоже дубак но выглядит это как кожа вот посмотрите текстура есть рельеф выглядит как кожа но по факту это дубак это я извиняюсь конечно вот это жесть ребятушки валим я думал мне прям начала нравится эта машина вот до вот этого момента какого черта какого черта за 2 миллиона я получаю вот здесь вот историю как в рио за сколько она там сейчас стоит до хрена тоже в принципе а вот здесь вот мягенькая да здесь вот уже мягенькая видите сразу видно так таксишная тачка вот здесь все дубовая потому что и водитель твое дело баранку крутить а там есть пассажир садится ему надо чтобы было мягенькая чтобы он если рукой вдруг решил потрогать было бы классно рулевое колесо и дальше оператор облетает меня рулевое колесо оно конечно же похоже на любое кияшное однако чуть-чуть изменено то здесь нет такой истории что там на церата и на рио они очень сильно похожи здесь немного расположение компоновка абсолютно одинаковая как на любом автомобиле кия но вот эти истории чуть-чуть изменили здесь сделали небольшой такой значит подъем для того чтобы лучше чувствовать вот эти вот джойстики ну в принципе и все у этих кнопок очень большой ход посмотрите насколько они прожимаются наверно миллиметра на два с половиной ну чтоб прям уверенно чувствовалось здесь вот такая вот завитушечка как ухо это дело выглядит автомобиль завести нельзя потому что ключа нет к сожалению не дают нам тут покататься огромный монитор который выходит из приборной панели и немножко он повернут к водителю даже включить нельзя ладно чё оператор давай иди с той стороны и будем смотреть зачем дверь закрыл в салоне как я уже отметил вот поэтому монитору везде замечается асимметрия вот и монитор повернуть сюда и вот здесь вот с левой стороны у водителя полный доступ вот и и сюда имеется вот к где могла бы быть беспроводная зарядка к двум юсб тайп а и к прикуривателю вот сюда есть доступ свободный таким вот образом и с правой стороны вот заграждение для чего это сделано потому что когда вы едете на своем автомобиле весь такой классный и сюда садится клиент который не чист на руку скажем так любит воровать чтобы ему было сложнее это сделать здесь такое заграждение вот опять естественно отсылка и намек к такси потому что ну задрали честно говоря портить внешность автомобиля этими такси ручка селектор кпп отличается от всех что я видел до этого в киев хотя может быть и немного повидал она такая цилиндрическая очень самобытно она и мне нравится здесь она цилиндрическая почему вот она мне нравится здесь цилиндр а здесь уже идет профиль прямоугольника то есть такой параллелепипед это клёво смотрится и она удобная то есть ее прям вот она эргономика руки прям вот ну чтоб у тебя из руки никто не вытащил либо чтобы ее можно было вытащить оттуда мне эта история конечно же по нраву забыл сказать по поводу значит дворников и переключателей поворотников они тоже двух двухцветные скажем так здесь черный марки глянцевый пластик есть и обычный обычный матовый пластик у них очень приятный очень мягкий ход прям вообще очень нравится очень нравится хорошие четкие так дальше вот это вот по центру дефлектора ну кнопка старт-стоп потому что комплектация соответствующая по центру дефлектора обрамлены вот таким вот алюминием типа кнопочка аварийки и два дефлектора с двумя вент отверстиями всего лишь слева справа вент отверстия вот такие они не соединены никакими вот такого рода алюминиевыми элементами декора здесь просто идет такая вот пластиковая пластиковая планочка да в принципе в принципе все блок климата давайте посмотрим поближе все это из маркового пластика сделано значит блок климата присутствует нижние кнопки и боковые справа они сенсорные так также как кнопка авто и офф а вот кнопка обогрева переднего и заднего лобового стекол они почему-то механически почему ну почему так вы объясните в комментарии я не понимаю почему какие-то кнопки делают такие а вот какие-то вот механически почему сенсор почему все не сделать сенсорные пусть будет неудобно до конца полностью или механически пусть будут все чтобы все понимали какие у нас технологии в двадцать первом году мне не ясно эти хода значится два подстаканника здесь напомню все залито марким глянцевым пластиком чтобы побольше отпечатков собирала чтоб царапалась чуть получше и автомобиль негодность побыстрее приходил значит prnd она не в глянце по всей видимости а нет в глянце тоже это просто такая наклейка интересная вот значит два подстаканника на этот на средний стакан на место этот на чуть поболее вот ручник электронный автохолт есть парктроники знать view то есть вид вы можете включить это понимаю за дни просто обогрев сидений вот такими джойстиками они сделаны а для чего джойстики если он в эту сторону не работает то есть в эту сторону работает джойстик а в эту-то не работает тогда зачем он нахрен нужен ну тоже объясните мне если если вы владеете таким автомобилем и я вдруг задел вашу тонкую душевную организацию я извиняюсь заранее но тогда объясните мне для чего джойстик это же можно реализовать кнопкой если там одно положение понятно вверх-вниз окей то есть был бы там вверх значит обдув сидений то есть вентиляция а вниз обогрев окей а если он вверх не нажимается ладно значит на звездил я по поводу беспроводной зарядки она присутствует qi есть вот сюда телефон закладываете и и все функционирует drive mode это такая небольшая шайбочка выбора режимов езды для связи трансмиссии с двигателем там вялый режим будет появляться экономичный он же спортивный или нормальный так смотрите телефон каким образом ложится здесь вот есть вот такое вот вот такая штука телефон оп так кладется и фиксируется ей же ей же фиксируется сверху и телефон заряжается под беспроводной зарядки так как я бомжара то есть это можно его так делать получается может сюда мобилу положить она будет фиксироваться либо вот для руки есть вы можете вытащить и даже два телефона при большом желании зарядить для чего эта штука еще нужна помимо того чтобы от нее вытаскивать я не знаю просто написано пул я как бы сделал по поводу значится подлокотника здесь что-то написано что вам дойдут часы сигнализации там реклама сигнализации он достаточно большого размера я доволен и удовлетворен за 2 миллиона рублей за 2 100 с другой стороны ребятушки если вы смотрели предыдущий ролик солярка сколько стоило миллион шестьсот то есть 500 тысяч разницы и вы сразу перепрыгиваете практически на два класса а там саль где соляркой где к 5 до если она действительно стоит 2 100 но я вам показывал прайс я ничего не придумывал у них так написано кто хочет проверить звоните фаворит моторс нахожусь на севере копте вам подлокотник большой нравится вот ему не нужно ездить за вперед потому что он достаточно длинный какого просто вы не были вам будет хватать этого подлокотника для того чтобы локоть на него размещать поэтому он конечно же не ездит наш на фиг это и не надо так пассажирская сидуха уже она полностью на механике нет здесь сервоприводов и так далее бардачок бардачок я предположу как и у всех киев принципе даже этого класса он будет маленький ну не такой уж и маленький в принципе как у рио может чуть чуть пошире чуть чуть пошире подсветка присутствует надеюсь до достаточно среднего размера бардачок вот прикольно что не по поводу сидений забыл сказать они в принципе достаточно удобно и здесь нет какой-то ярко выраженной там значит поддержки боковой и так далее есть вот такой вот выступ под ноги конечно же он намного позволяет вам комфортнее расположиться в сидении мне нравится 2100 но опять-таки блин солярка лям 600 сейчас стоит понимаете солярка так что еще здесь сказать я забыл я даже не знаю ну вот здесь вот справедливости ради скажу выглядит это все неплохо но это все равно дубак это все равно дубак а можно было бы сделать ну хотя бы вот так вот то есть это тоже какой-то дешевый полиуретан хотя бы мягкий понимаете а здесь дуб хотя вот в эти места рука мне кажется будет попадать там вот так можно ехать вот такой подлокотник он эти может фиксироваться таким образом то есть когда вы его поднимаете вам не надо прикладывать усилий здесь видимо установлены вот эти обратные пружины и не он достаточно легко вверх поднимается видимо чтобы вот для фиксации мне нравится стандартная тема значит свет включается ничего здесь интересного свет как я уже сказал желтый галогеновый то есть диоды им хоть а ты можешь свет отдельно включить нажав на кнопочку и кнопка как правило сос тест и сос отсос говорится садимся назад и кстати прикольно как сделано блок климата он так немножко парит сверху то есть он не вмонтирован туда вот немножко находится на такой вот какой-то вот они что предусмотрели то есть вот это вот линия алюминиевая она прям идет такая литая типа туда назад вот она в чем история то есть такая дизайнерская задумка пока вот что мне сильно понравилось в этом автомобиле это селектор кпп он действительно самобытно смотрится он удобный ну и прикольный на самом деле не видел таких забыл сказать по поводу вот этого интересного выступа как мне кажется сделан он для того чтобы когда вы сидели для вас был ориентир чтобы вы не смотрели на кнопки блока управления чтобы вы могли упереться вот сюда вот рукой и уже понимать где находятся кнопки мне кажется вряд ли это сделано для того чтобы сюда положили там пачку чего-то того что нельзя говорить на ю тубе там и она не вылетала типа отсюда на поворотах нет скорее всего этого для большего комфорта вот так вот расположение руки ну возможно погнали назад сядем и заценим сколько же там место будет за мной же понятное дело я уже вижу что место там дофига потому что все-таки понятно целевая аудитория этого автомобиля и в основном ты уберу для бомбежки вот где-то до спинки от коленей сантиметров по 5 остается если сесть в развалку то тоже можно расположиться как по-женски как по девчачьи так и вот начесывая одно место вполне все место нормально приятно что здесь тоже производитель не забыла задних пассажиров и дерево оставил сиденье никак не регулируется что можно сказать по поводу центрального центрального отделения сейчас с той стороны обойду здесь ведь моя куртка уже расположена потому что я уже обустроился думаю брать автомобиль доработать подлокотник достаточно широкий на два стакана места среднего размера достаточно вот да и все туда можно при желании исполнить доступ к багажному отделению значит по поводу центральной части здесь дефлектор раздельный на два пассажира на левый и на правый и с окантовкой из хрома снизу два юсбишника type-a что в очередной раз подчеркивает таксишную направленность этого автомобиля иначе иначе для чего потому что на более дорогих машинах даже бывает что нет двух юсбишников сзади что пойдемте к багажничку и кармашки здесь присутствуют вот такие значит по поводу багажника что красиво больше нечего сказать лип спойлер идет везде этот глянец открывается багажник вот такой вот кнопочкой она не прорезинена она абсолютно пластиковая типа нажимаешь и вот он значит по поводу здесь же ручка закрывания только с правой стороны с левой нет по поводу проема багажного отделения что хочется сказать что он средний он не узкий сюда к всякие чемоданы влезут если вы людей очень часто в аэропорту стоите встречаете и ну и он широкий конечно же однозначно машина сама по себе широкая большое багажное отделение и она очень глубокое мне кажется в районе метра 20 глубина присутствует так арки есть органайзеров слева справа никаких ребятушки нету есть доступ к замене значит лампочек каких-нибудь там ну доступа к фарам резиновый коврик который дилер отчаянно скорее всего хочет впарить за невменяемые деньги как как и собственно весь автомобиль и сзади конечно же мы видим запасное колесо которое размером у нас полноразмерное полноразмерное и с литьем между прочим то есть объем багажника и так большой учитывая что присутствует еще и полноразмерная запасочка при этом никакого органайзера я замечу не предусмотрено за 2 плюс миллионов рублей если вы просто нет вот красивая машина но дорогая я считаю напишите кстати как интересно 2 2 составные пятки багажник сзади очень интересно это сделано всем спасибо за просмотр напишите что вы думаете по поводу этого автомобиля в комментариях взяли по его за такие деньги и не взяли что вы думаете насчет цены также напишите как вы считаете эта цена во-первых оправдана ли во вторых честно ли она кому не лень позвоните этому дилеру и узнайте а вот то что я говорил по поводу маркова и очень хорошо царапающегося пластика видно нет оператором сценарий вот глазами если навести на свет все в царапинах просто в поперечных в продольных все в царапинах ну это конечно прискорбно короче всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал напишите хотите ли вы чтобы мы поехали еще раз сюда приехали поснимали вот про уже обновленную рестайлинговый церата и которая между прочим от 1 и 6 1 650 миллиона только начинается и я высказал свое недовольное мнение подписывайтесь всем спасибо и удачи